Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня распаковочка заказов Эберлик по девятому каталогу. Итак, поехали. Распаковывать, как всегда, буду вместе с вами. У нас коробочки приходят запакованные и запечатанные. И все в одном. Так. Ух, ух, ух. Много всего интересного. Заказ такой прям вот нужный-нужный, да. Много аукционного товара у нас с вами. И бытовая семья подешевела, да. Давайте смотреть. В первом пакетике был у нас с вами белковый коктейль, наверное, как он правильно называется, Wellness. Вот так он выглядит. Здесь 5 грамм белка в одной порции. Он у нас по распродажам, по срокам годности очень долго уже висел. Я долго на него смотрела и даже ради него редактировала заказ. Здесь 210 грамм, то есть 35 порций. Если по 5 грамм и артикул его, 157, 43, 200 с чем-то рублей. Потом я смотрела, когда заказ отправила, он еще подешевел. Наверное, никак не могли продать. Да, поэтому решили цену еще снизить. Белковый коктейль похож на яичную диету, на белковую точнее. Но если сравнивать с яйцами, то нужно около двух порций на ночь выпивать. Я буду пробовать, я буду пробовать, я буду смотреть. Я посмотрела, сколько белка в яйцах, да, и хочу заменить, потому что это выходит и дешевле, во-первых, яиц, а во-вторых, ну как-то проще. Не знаю, девчонки, как на вкус. Кто пил, расскажите. Мне кажется, он не должен быть противным. Зип-замочек, мне кажется, он должен быть безвкусным. Ой, слушайте, он вкусно пахнет. Ванилькой какой-то. Какой у нас с вами здесь состав? Встряхнуть упаковку с сухим продуктом, а, даже упаковку с сухим продуктом рекомендуется встряхивать. 6 грамм продукта, 1 столовая ложка, но как раз в одной порции, в 1 столовой ложке 6 грамм, добавить в готовое блюдо или напиток, да, размешав в 1 столовую порошка, в 1-2 стакане молока или другого напитка. При этом пищевая энергетическая ценность конечного продукта повышается, как интересно, 1-3 раза в день. Я лучше 2 порции на ночь буду, я пока так хочу. Хорошо, изоляция соевого белка, сывороточный белок, загустители, эмульгатор, диоксид, ароматизатор. Вот ароматизатор есть, пахнет вкусно. Пахнет вкусно, в следующем видео будем с вами пробовать вместе и посмотрим. Потому что он решевый, сердитый, белок вообще, если тем более вы сидите на ПП или худеете, это вещь классная. Дальше уже заказала вторую такую тарелку, потому что мне безумно понравилась эта посуда. Во-первых, она экологичная, во-вторых, она легкая, в-третьих, она не бьется, что важно с маленьким ребенком. В-четвертых, она очень крутая, мне нравится, вот по качеству. Ее очень удобно брать с собой на природу, на шашлык, на дачу. Это овальная тарелка в артикуле 910-366. Информация, если вам интересно, почитайте, нажмите на паузу. Мне очень понравилось. Вот мы ходили сейчас на природу, и я брала эту посуду, это просто изумительно. Вот в такую овальную тарелочку класть шашлык, например. Овощи порезать, просто шикарно, просто, девочки, шикарно. Легкие, классные, изумительные, моются легко, не царапаются. Кстати, я пробовала на этой тарелке, прямо нарезала. Не царапаются, все отлично. Вот эта надпись потом потихоньку стирается, а качество остается, скажем так, да? Так что рекомендую. Так, дальше поехали. Девчонки, мне уже прямо вот давно-давно расхваливают нажив и берлик. Я решила начать с универсального, если понравится, потом, конечно, какие-нибудь другие возьму. Они с чехлом должны быть. Универсальные 910-004, они не бюджетные. Кому интересна информация, материалы и так далее, потому что я знаю, что на качество ножа влияют какие-то качества, но я не специалист, да? То есть толщина лезвия и так далее. Давайте открывать, давайте смотреть. Если супруг заценит тоже, то будем брать. Так, о, какой красивый. Вот такой красивый ножичек в чехле еще. И еще пленочки. Пошуршим. Вот такой нож. Я не знаю, даже дерево, ручка, девчонки. Тут состав у нас какой-то свои материалы. Лезвия, да, рукоятка, дерево, чехол, полипропилен. Класс, слушайте, класс. Настоящее дерево. Ножик такой достаточно тяжелый, добротный, очень острый. Надеюсь, и точиться точилкой Фиберлик тоже будет очень хорошо и замечательно. И чехол удобный тоже вот с собой напряжение. Ножи тяжелые, знаете, такие не требедеи, не легкие. Буду пользоваться, буду свои отзывы вам оставлять, конечно. А так прям классный. Тяжелый. Само лезвие тяжелое. Оно достаточно толстое, да? С этой стороны вот так. Так, и чехольчик. Безопасненько. Так здорово. Снимешь его с небольшим усилием, поэтому одета как бы, ну, тоже нормально. Слушайте, классно, нравится. Дальше повторила вот такую щетку для мужа. У него почему-то и у Ксюши изнашивается. Они быстрее, они так интенсивно на них нажимают, что они прям, ну, не знаю, у меня дольше щетки держатся. Хотя их менять все равно надо часто. 99, 18, синяя вот такая, она с лонами серебра у нас. Щетка прикольная. Сейчас мы ее с вами тоже вскроем сразу, потому что сразу и заменим. Информация, кому интересно, оставляю, тоже можете на паузу нажать. Про состав у нас тут есть. Где-то интересно, что тут действительно и умность серебра. Нет, по-моему, да? Все-таки вот эти классные, они мне нравятся. Здесь есть и скошенная щетинка, и щетинка с выступами вот такая вот для чистки, удобная между субов. И подушечки для чистки языка, и ручка вот такая удобная, просиликоненная, то есть в руке держать. Здесь прям для пальчика тоже силикончики. То есть они действительно классные, действительно добротные, и всех своих денег вообще абсолютно стоят. Так, повторила еще. Знаете, какую покупку, как говорила вам? Это полосочки, полосочки. Матирующие салфетки, девчонки. Я вам артикул щетки, наверное, не сказала, да? Или сказала, 9, 18. На матирующих салфетках опять нет артикула. Еще, видимо, первая партия, на которой артикул не пишут. Да, если я до чека доберусь, я вам скажу. А так по названию убивайте. Они в таком классном чехле, во-первых. Он достаточно плотный, его, кстати, можно не выкидывать, если собираетесь в сумку хранить их. Кто не видел видео, в инфобоксе всегда внизу под видео я оставляю ссылки на предыдущие ролики, и в основном на такие полезные, тематические. Здесь 80 штук, они с зеленым чаем. Что могу сказать? Как я их применяю, и как мне нравится их применять, я использую СПФ. СПФ минимум 30-40-50, потому что пошла пигментация. Они все, как правило, жирные. Нежирные СПФ, они стоят очень-очень-очень дорого. То есть, которые еще и монтируют. Они там вообще за 2000 ценник минимум. Поэтому пользуемся чем есть. Но мне позволяет еще время это сделать. Вы можете сделать это где-то в пути, взять с собой, если вы работаете. Наношу свой ход, наношу СПФ сверху плотным слоем, потому что иначе в нем нет смысла. И спустя какое-то время, через полчаса, через час, когда он впитался, когда он начинает на коже работать, я прохожусь матирующими салфетками. То есть, я промакиваю все лицо, мне 1-2 салфеток хватает, и выхожу на улицу. То есть, у меня лицо матированное. И оно матированное до вечера. Нет никакой жирности, нет никакого утяжеления. Но если у вас комби кожа или жирная, я вообще молчу. То есть, это без проблем. Вы удалите какие-то излишки подкожного сала со своего лица. Промакиваем и пошли. Они безумно классные. Они безумно приятно пахнут. Нежная такая душечка парфюмерная. Они вот так выглядят. Промакиваем и все. И, девчонки, я до этого давала отзыв на несколько часов. Мне их хватает? Нет. Мне хватает на весь день. То есть, до вечера я хожу вообще нормально. Но у нас пока сильной жары по 30 нет. Там, возможно, придется и почаще. У нас 20-24 пока. И мне хватает. То есть, я промокнула перед выходом на улицу. И до конца дня я хожу вообще. Это просто шик, девчонки. Я буду брать еще обязательно в запас, чтобы мне прям на все лето хватило. Дальше. У нас с вами жидкая подводка из линейки Glam Team. Я первый раз ее пробую. Мне захотелось. Я очень люблю и уважаю маркер. Но захотелось попробовать подводку. Черная. 57-68 артикул. Никогда не брала такую подводку. Если брали, напишите слово. Вот, смотрите, какой тут скучный такой колпачок. Интересный, скучный. И вот так она выглядит. Давайте посмотрим на кисточку. Я даже в прошлом дизайне, когда они еще не были, тем более эти подводочки, их не брала. Вот такая вот тонюсенькая кисть. И как она у нас с вами рисует? Знаете, где-нибудь вот здесь. У меня такой след от часов. Уже руки загорели. Слушайте, ну прикольно. Прикольно. Если танюсенькую, прям такой танюсенькую нарисую. Ой, как тоненько рисует глаз. Еще тоньше, чем маркер. Можно тоненькую нарисовать. Вроде такая кисть удобная, но все равно, когда наносишь, она немножко распушается. Давайте оставим подводку на руке и посмотрим на ее стойкость чуть попозже. А в следующем видео обязательно потестируем на глазах. Поносим весь день, потому что я сейчас часто веки не покрываю ничем. Тенями и так далее. Просто подводка, тушь. Посмотрим, будет ли она держаться вообще, да, в такую погоду, в теплое время года. Так, поехали дальше. Дальше давайте по серии Дом пройдемся. Что у нас здесь с вами? Я даю 57-й шанс пятновыводителю кислородному универсальному жидкому. Прямо опять мне девчонки его нахвалили. Я его все беру-беру. Он мне все ничего не аситирует. Но вот я не знаю, зачем беру. Еще один шанс, короче говоря. Артикул 362. Он либо кому-то очень нравится, либо он абсолютно ничего не делает. Я отношусь, абсолютно никакого запаха нет, к второму числу. Давно не брала. Хочу освежить свои впечатления, потому что сейчас стираем каждый день. И отстирывать пятна приходится сложные. Крестюшка уже тоже ползает по траве. Любит очень это дело. И Ксюшка падает, играется. И у них игры активные на улице, да. Много стирки, много сложных пятен. Будем с вами вместе их выводить. Так, дальше. Я взяла про шок, девчонки. Он уже стоит со скидкой консультанта. Сейчас 407 рублей со скидкой 26%. Со скидкой 20, не могу сказать. У меня 26. Так, я взяла свою любимую горную свежесть. Все подходит к концу. Артикул 323. За 400 рублей еще я его готова брать. За 500, конечно, нет. Но я надеюсь, что еще, возможно, цены упадут. Будем надеяться на лучшее, да. Он у нас с вами достаточно экономичный. Мне его хватает надолго. А 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Он гипоаллергенный. Он подходит астматикам. Он подходит астопикам. У кого в семье есть такие проблемы, честно, много девочек писали, что подбирали всевозможные средства с заявленными функциями для астопика. И только Фаберлик с ними справлялся. Нет никаких аллергических реакций ни у деток, ни у астматиков. Он находится в таких спрессованных гранулах, да. То есть, даже когда вы насыпаете его в машинку, если вы астматик, да, вы не вдыхаете этот порошок, он не пылит. Он полностью выстирывается. Я им безумно довольна. После обновления уже 2 года прошло. Просто некоторые до сих пор смотрят мои старые видео. И говорят, вы же, да, критиковали порошок Фаберлик. Да, он мне не нравился до обновления. Он плохо отстирывал. Я думаю, в новой версии просто больше оптического отбеливателя. Вещи теперь не выглядят застиранными. И со всеми функциями он справляется. Поехали дальше. Дальше у меня 2 кондиционера. Подсела я что-то именно на детский, потому что, ну, прям после него берёт очень мягкое. Прямо самое мягенькое. И беру в запас. И даже если он густеет, бывает и такое, бывает даже такой неоднородной консистенцией становится, если залёживается, да. Это никак не влияет на качество стирки, абсолютно на качество мягкости, да. Детская линейка Фаберлик Бэйби. Люблю её очень. Она действительно классная. Гипоаллергенная душка с алоэ вера. Артикул 115-16. Хватает тоже надолго. На много стирок я добавляю его совсем чуть-чуть, потому что это тоже концентрат, да, без красителей. Вот такой вот он белёсый. И у него очень классный запах. Мне нравится. Я не скажу, что здесь деликатная душка. Она достаточно сильно бьёт в нос. Она есть на стираном белье. За это я его и люблю, потому что нравится эта душка. Она приятная, очень вкусненькая. Такая вкусненькая парфюмерная. Поэтому вот пока он. Так, дальше серии дом. Что взяла, девчонки? Вот такой гель для очищения туалета. Все гели позаканчивались. Для меня они, в принципе, все три, которые есть в Фаберлик, одинаково абсолютно справляются с загрязнениями. Но вот этот прям вот чуть-чуть помощнее. Цитрусовый микс. 302-93 артикул. Залил под ободок унитаза. Оставил, пришёл, смыл, ушёл. Налёта нет, ржавчины нет, ничего нет. Унитаз чистый. Ничего не надо чистить, никуда лазить. Всё изумительно. Удобный носик. Есть химозность в этом средстве. Хоть и цитрусовый микс добавили, но всё равно химозой попахивает. Но я этому гелю прощаю всё, потому что я не вожусь ни с чем. Я залила, я оставила, потом пришла, смыла. Всё идеально чисто. Так, поехали дальше. Что у нас с вами есть ещё из серии дом? Из серии дом у нас с вами освежители. Не только Фаберлик, но и Биоси, мой любимый. Все освежители заканчивали. Удела две штучки. Тропический бриз. Мне очень нравится он именно на тёплое время года, потому что такой свежий акватический аромат. Артикул 303.26. Он у нас с вами от деток вот так защищён. Распшик я немножко. Забыла уже этот аромат. Всё время что-то хочется разное пробовать. Ну, классный, классный. Акватический, суперский, нежный, лёгкий. Он не очень долго держится в воздухе. Я бы сказала, совсем недолго. Но он действительно удаляет какие-то неприятные запахи. Если вы поставите его в туалете, если у вас где кошачий туалет или ещё что-то. Или вы рыбу готовите. И не хотите, чтобы в квартире пахло рыбой, вы распылите. И он нейтрализует, как бы захватит весь вот этот запах. Запаха неприятного не будет. И запах освежителя через полчаса тоже. Но за это я люблю. Так, дальше. Биоси. Очень классный. Я снимала шоц на него в Ютубе. Он потрясающий, девчонки. Смотрите, как запечатанный приходит. Вот такой вот плёночкой. Обалденный аромат. Вот у меня свекровь, когда дома его понёхала, сказала ей заказать. Я ей заказывала. И теперь решила себе обновить. 8006 его артикул. Это невероятный аромат. Сына сейчас на него более-менее адекватна. Здесь тоже 250 мл, как и в этом. Девочки говорили, в руках неудобно держать. В принципе, не знаю. Я вот так держу, мне удобно. Вот и распыляю. Говорил, кто-то двумя руками приходит. Нет, вот я держу и распыляю. Всё нормально. И это запах крутого парфюма для меня, девчонки. Я хотела себе такую туалетную воду. Он у нас желтоватый. Фу! Что-то не очень пахнет. Какая-то прогорклость. Слушайте. Фу, какая-то из флакона нотка неприятная. Сейчас воздух попробую распылить. Смотрите, у нас здесь 2.22. Это дата изготовления или конец срока годности? Давайте. Срок годности 36 месяцев. Этот изготовления не свежа. А к февральски, слушайте, что он изменился. Я распшикиваю. Фу! Я чувствую какие-то масла. Какие-то прогорклое масло. Фу! Это вообще не то. Это вообще не то, девчонки. Это какая-то вонь, честно. Здесь есть отдалённый отголосок того, что должно быть. Руки липкие какие-то после него. Фу! Знаете, какой отголосок? Какой-то смолы, что ли, не пойму, как в молекуле иногда присутствует. Она бывает кому-то неприятна. Первая молекула, я имею в виду. Аромат. Фу-фу-фу! Слушайте, но это на выброс однозначно. Это однозначно на выброс. Это отвратный аромат. Причём февральский. Фу! Ой, ужас вообще, девчонки. Слушайте, не знаю, кто брал такой. Напишите вообще. Что-то прогорклое. Руки потом липкие. Это вообще не то, что я брала до этого. Гадость редкостная. Сразу в пустые баночки отправляю. Кошмар. Фу-фу-фу-фу. Хочется руку чем-то вытереть. Гадость. Так, девчонки. Ой, прям вообще. Да. Можно, конечно, оформить возврат, но я с ними не вожусь. Мне просто лень, у меня нет времени. Ну, вот это гадость. Прям вообще. Так, дальше. Взяла вот такие вот татуировочки. Побаловаться, потому что я их не брала. Сейчас Ксюшка прям вот вошла во вкус, хочет татуировки. И я качество тоже хочу их оценить. 710-30 артикул. Да, будем с вами вместе делать в следующем ролике. Интересные такие. Себе какую-нибудь муку куда-нибудь наклеить. Фу, как пахнет у меня сейчас на кухне, девчонки, невкусно. Что ещё из биосии? И взяла вот такой гель для душа. Большой, кстати, 200 мл. Артикул 202-430. Тропический микс. Если он действительно тропический. Я не могу, девчонки, я пошла руки мыть. Это такая вонь. У них почему-то стух. Не знаю, 100%. Тоже здесь вот такая наклейка. Давайте тестировать гель для душа. Запечатаны они у нас нет. Скорее всего нет, потому что крышка не открывается. Так, вот такой вот гель для душа. По аромату. Ой, какой густой куском вывалился. Смотрите, это желе. Это не гель, это желе. Давайте потестим. Ой, смотрите, он слюнявый. Здесь-то хоть какой срок годности, господи. На тубе до 23-го года какого-то месяца нормальный. Слушайте, ну не брала биосива-то, не надо, да? Пахнет вкусненько, действительно тропический микс. Знаете, такой мультифруктовым соком пахнет. Будем тестировать 98,30 натуральной продукции. Кому интересно, могу вам показать состав, кто разбирается в составах. Я, например, в этом не сильна. Если что-то нашли плохое, напишите. Я уже вижу алкоголь в конце. Это вот такой вот гель для туши. Дальше, что-то у меня тут еще есть. А, девчонки, паста, ой, она большая. Я в каталоге подумала, что она прям маленькая совсем. Хорошая цена. Решил потестировать 95% натуральной продукции. Так, артикул сейчас с вами найдем. А может быть и не найдем. Потому что я его не вижу. Диоксид кремния, экстракт стивии, женьшин, лимон, зеленый чай, алоэ вера, протеол. Так, девочки, вот это у нас с вами... Нет, это не подходит для чувствительных зубов. Отбеливающие подходят для чувствительных зубов. Так, состав. Вот ингредиент. Смотрите, кто разбирается в пастах, девчонки тоже напишите, как вам состав этой пасты. Мне интересно. Так. Доставим. Вот так она выглядит. Вот такая туба. Запечатана. Зафольгирована. Так. Давайте посмотрим. Ну, вот так посмотрим. Ну, беленькая такая, беленькая паста, да. Очень тяжело давится. Я давлю двумя руками. Тут, наверное, пленочка еще, скорее всего, какая-то. Я сижу, давлю. Здесь еще есть пленочка. Мы ее с вами вскрыли. А теперь выдавливаем. Вот такая беленькая паста. Сейчас попробую. Мятная такая. Прям сильно мятная. И лайм даже чуть-чуть чувствуется. Слушайте, прикольно. Похож по вкусу на натуральную. Ой, лимончик какой вкусный. Слушайте, вкусненько. Сладенькая лимонно-мятная паста. Прикольно. Будем пробовать. Обязательно оставлю отзыв. Так, дальше поехали. Что у нас тут с вами? У нас тут с вами мыло. Конечно, взяла в запас. Заказ на 50 баллов, кстати, я вам не сказала. Будет еще. Запасной блок. 500 мл. Меренга. Не было лаймового сорбета по хорошей цене, поэтому взяла меренгу. Тоже вкусно пахнет. Здорово. Классно. Мандарина апельсиновая. Такая 2741 артикул. Выходит с бюджетником. Добавляю в старые флакончики из-под мыла. И с удовольствием пользуемся. Достаточно густое мыло. Расход у него минимальный. Истекает медленно. Камера варну очень передает. Она еще такой непрозрачная, скажем так. Так, мы уже взяла вот такой гель для душа. Шампунь, гель для душа на работу. Потому что в теплое время года он перед тем, как поехать домой, принимать душ на работе, да, чтобы чистеньким все как следует. Так, 13-12 артикул. Восьмой элемент. Классный аромат. Он больше такой свеженький. Молодежный. Да, для любого возраста подойдет на самом деле. Но до 35-ти вот прям вот точно вообще классный. Я имею в виду парфюм. Потому что он ходовой. Он действительно такой достаточно ходовой вот этот парфюм Фуберлик. И гель для душа пахнет тоже классно. Цена нормальная. Объем 400 миллилитров. Все как бы потрясающе. Давайте с вами подводку попробуем. Не, ну так ничем не стирается. Вот рукой. Чем-то влажненьким. Мокрым пальчиком. Мокрым вот пальцем начала размазываться. Как бы, да? А так в принципе, ну, хорошо сидит. Будем тестировать на глазах. На руке все равно не так понятно. Так, дальше, девчонки. Набрала еще гелий для душа. Своих любимых. Вот таких вот красавчиков. Это у нас с вами тюльпан. Как я его люблю. Тюлип. Артикул. 27,65. Вот из этой линейки больше всего мне понравился тюльпан, потому что я обожаю аромат тюльпана во всех его проявлениях. О, как пахнет здорово. Это просто сказка. Я, наверное, буду нюхать, а не мыться этими парфюмами. Очень презентабельные флакончики. Они такие, знаете, шероховатые. Если на подарочек кому-то смотрите, в дополнение положите. Вообще шикарно. Они густые. Смотрите, как долго перетекает. У них маленький расход. И они пахнут обалденно. Поэтому набрала. Так, дальше. Взяла два кремушка любимых с аргинином. Ножки мазать комариные укусики. Он здорово подходит для тех, у кого усталость на ножках к вечеру, а для тех, у кого есть фарикоз. Хорошо действительно подходит. Я его чередую с венатоником. Поэтому в запас взяла пару штучек. 12,79 артикул. У него не сильно выраженный аромат. То есть все нормально. На комариных укусах его не тестировала. Представляете, у меня дома есть в запасе, но забыла. Хотя много кого уже кусали. Обязательно потестирую. Обязательно расскажу, помогает или нет. Так, дальше. Взяла пасту. Решила дать ей 157-й тоже шанс. Я имею в виду пасту эксперт фарма. Потому что у меня после них всегда повышалась чувствительность эмали. Вот именно эксперт фарма. Но так как в последнее время я этой проблемой не страдаю. И вроде все свои зубки залечила. Но не то, что залечила. У меня и проблем с ними не было. Но почему-то, когда проходит определенное время, после того, как я начинаю пользоваться пастами эксперт фарма, любой абсолютно, у меня начинает повышаться чувствительность эмали. Будем пробовать, будем смотреть. Хотя много, 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 много очень консультантов. И люди их любят. 16-30 артикул. Особенно вот эту 200+. Прямо вот ее всегда нахваливают. Я ее уже тоже брала. После нее у меня уже тоже чувствительность повышалась. Поэтому дам еще шанс. Потому что в магазинах, девчонки, все дорожает. Фаберлик наше все. В своем интернет-магазине есть все. Ты еще и за это получаешь бонусы. И зарплату. Так, девчонки. Тушь. Глэм Тим. Моя любимая. Фёст-класс. Коричневая. 53-72 ее. Артикул. Последние несколько месяцев именно ее вы наблюдаете на моих глазках. Пока хорошая цена. Зла надо было брать две, потому что, мне кажется, 10-я каталогия. Видела, она дороже. Тушь обалденная. Я ее уже открываю, потому что в запасниках туши больше нет. Моя подсыхает. Здесь щеточка не силиконовая. Хотя я всегда любила силиконовую. Но попробовав эту, по вашему отзыву, много месяцев назад остановилась на ней. Классный объем. Классное удлинение. Классное подкручивание. Естественные реснички. Не видно, что она коричневая, если только вот прям под лупой приглядываться, да. В общем, тушь обалденная. Я ее обожаю. Любимая. Только она в последние несколько месяцев у меня на ресницах. На теплое время года очень-очень люблю тоник NFW. Это лосьон от черных точек. И он, знаете, как будто такой с минтольчиком. Он охлаждает. Артикул 0468. Если у вас жирная комбинированная кожа или у вас проблемная кожа у деток, прям рекомендую. Он очень крутой. Он прям наносишь его и холодочек побежал. Пахнет, как вся эта линейка. Объем здесь, конечно, маленький. Но его хватает надолго. Да, поэтому класс. Так, поехали дальше. Что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами две пачки ночных прокладок. Взяла, а то опять разберут. Так, 112,95 артикул. Прокладки большие. Прокладки не протекают. В пачке 7 штук. Цена 250 рублей сейчас. Без скидки. Адекватная. Уже адекватная. Хорошие прокладки стоят дороже. Они огромные. Сзади есть крылышки. То есть, вообще, они меня устраивают по всем показателям. Кроме того, что крылышки плохо липятся, да? Передние вот они как-то плохо. Но я приноровилась. Я уже знаю, как это сделать. Как бы все приноровилось, все отлично. Поэтому у меня никаких нареканий. Они каждые в индивидуальной упаковочке. И общая упаковочка еще вот так удобно закрывается. То есть, взять с собой куда-то. Вот, пожалуйста, все замечательно. Все отлично. Тоже нареканий к ним никаких. Так, поехали дальше. Взяла крем Лав. Беру для Крестюшки его. Беру для всей семьи. Он всегда нужен. Всегда должен быть в доме. Для решения каких-то проблем с сухостью, шелушением. Или просто глубоко увлажниться, напитаться классным кремом с ланолином. Всегда. 26,08. Беру в запасы. Всегда, как баночка начинает подходить к концу. Меньше половины. Всегда беру обязательно восполнить. Следующую. Что у нас еще с вами здесь? Здесь у нас с вами пинцет. Девочки спрашивали отзыва. На нашем складе его долго не было. Наконец-то появился. Артикул 95,76. У меня пинцет свадберист. И он так себе, девчонки. Он царапает кожу. Он слишком острый. И можно пораниться даже. Поэтому я решила взять фаберликовский, пока он появился. И заодно вам дам отзыв. Потому что прям много девчонок что-то про него спрашивали. Он в индивидуальном чехольчике у нас с вами. Еще есть заглушечка здесь. Вот так он красиво выполнен. Потому что он тоже достаточно острый. Прямо вот он. Больно прикасаться к коже. Посмотрю. Посмотрю, попробую. Потом вам обязательно расскажу. Потому что если он такой же острый, как Сазон, нет. У меня до этого был он потупее. То есть волоски поддевать хорошо. Но ты не поранишься. Потому что я даже века ранила. Так что взяла еще девочки? Девочки, взяла праймер для век. Так как я его не пробовала, я в восторге от праймера для губ. Думаю, дай попробую праймер для век. Будем с вами в следующем видео тоже тестить. Артикул 5809. Кто пробовал, пишите как вам. Обязательно. Так. Смотрим, что он из себя представляет. Вот такой вот флакончик. Это серия Do the Best. И у нас здесь с вами спонжик. Вот такая вот кисточка миленькая. Да? Он бежевый. Слушайте, он бежевый. Он как консилер. Бежевый и такой водянистый. Знаете, на что похож по консистенции, как консилер. Из серии... Крем Блюр. Из вот этой вот серии, девчонки. Наверное. А Бьюти Лап. Господи, вообще. Память, память в декрете страдает. Вот такой интересный. Я думала, кстати, он прозрачный. И он делает кожу матовой. Но почему-то у меня на руке западает в морщинки. Видите? Прям западает капитально. Так же, как и консилер. Бьюти Лап. Такой же водянистый. Тоже западает во все складочки. Его приходится поправлять, чтобы он нормально сел. Слушайте, интересно. Но кожа мгновенно становится матовой. Посмотрим. Будем с вами вместе тестировать. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, что у нас здесь осталось? Ватные палочки. Классные, суперские, любимые. Много раз она хваливала. 100% натуральный. Бамбуковый. Очень плотно намотан хлопок. Очень твердые сами палочки. Девчонки, вот ковырятся в ушах. И мне одно удовольствие, честно. 910, 254. Они обалденные. Они шикарные просто. Кто попробовал, уже к обычным палочкам не вернется однозначно. Никак не хочется скрываться. Так, плотничком. Здесь 200 штук. Хватает такой упаковки надолго. Цена оправдана. Вот прям оправдана. Не пробовали? Обязательно, девчонки, попробуйте. Тугая бамбуковая палочка. Плотно намотанный хлопок. Вообще просто кайф. И размер. Вот все, все идеально. Идеальней быть не может. Так, и последнее, да, девчонки, что покажу. Это корм. Взяла полакомиться коту. Взяла в этот раз вкусная корочка. Он для котят. Да, но несмотря на то, что у меня кот уже не котенок. Ну, как не котенок? Сколько ему? 4 года будет. 16206 артикул. Он любит этот корм. Взяла побаловать. Вот здесь всего 5 штук. Они по 85 грамм. Цена, в принципе, нормальная. Состав хороший. Кот кушает. Кот любит. Почему бы и нет? Да? Сейчас покажу вам пакетики. Как они выглядят, кто не брал. Я периодически ему беру. Ну, как бы все равно в магазине беру. Зачем я буду брать в магазине? Непонятно, что, когда я могу взять Фоберлик. Посмотрю вот этот, как для котяток будет кушать. Все остальные, в принципе, он хорошо ел. Хорошо. Так что вот так. Ну, на этом все, мой хороший. Вот такой заказ у меня был. Ссылка для регистрации всегда под видео. Компания продолжает дарить денежки новым консультантам. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Буду вам помогать. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok